добрый день дорогие участники рад всех приветствовать вот сейчас по такому случаю перед началом великого поста вот хочу всем пожелать божьей помощи вот плодотворного несения поста вот дай господь что все достойно так сказать пронести весь этот пост и достойно встретили светлое христово воскресенье пасху добрый день отец говорим исходя из темы нашего сегодняшнего видео хотелось бы спросить многие пациенты любые ограниченные питания связывают ассоциируют с диетой так хотелось бы у вас узнать что такое православный пост и какие его основные отличия от какой-то другой другой диеты ну что такое диета диета это пост без молитвы да в первую очередь действительно это молиться мы говорим что пост подразумевает не только отказ от пищи от всего там все там действительно там язык в первую очередь укоротить надо на самом деле перестать и сквернословить и ругаться и то есть на самом деле стремиться больше к добру к светлому если ну просто да поститься отказаться от еды ну ты действительно это элементарно просто диета получается а когда ты уже вот мы ой я не могу я не выдержу я не цена если ты будешь молиться если не будешь просить богу помощи то господь дает силы и действительно и поститься какие есть обряды и правила для подготовки к великому посту можно как-то подойти с умом до именно поста ну как с умом тут так как бы понятное дело сейчас вот установлены церковными правилами канонами там да за две недели там есть мясо постное то есть последние недели уже масленица там уже мясо нельзя то есть за неделю до поста ты уж ограничиваем себя в основных изделий вот масленица там только вот но рыбу можно вот молочном основном то есть потихоньку чтобы не резко бросили и также внутри как резко начинать там после пасхи потом и скорую вызывает и все что хочется возможно ли употребление в пост соевых продуктов например сейчас магазин большое количество соевого или так называемого растительного мяса камбас сосисок или от таких продуктов тоже лучше отказаться да нет ну все это можно собственно это не животное но другой стороны ну да вот делают эти соевые там колбасы сейчас есть сырые там и творога еще что-то но я считаю это мое личное мнение что я поздно на то и он и есть чтобы этого всего не видеть скажем так да ну чего мы семья обманываем ну вот вот нам прям ну что уж совсем уже не проживем из этой колбасы соевого или еще что-то помимо ограничения качества да то есть животных продуктов можно ли сказать что есть и ограничение количества например даже тоже растительные ну ребята понятное дело ограничение во всем должно быть вот от Дмитрия Смирнова как-то покой на царством небесное спросили тоже батюшка поста можно вино пить конечно ну-ка но он это не запрещает но уж сколько ты выпьешь это уже везде не от тебя зависит а есть ли какие-то основные традиционные блюда которые готовят в период православного поста поста можно столько блюд наделать даже представить не могу а вареники с капустой а вареники с грибами а вареники с картошечкой ну столько всего и баклажаны ассоции какие с баклажанами делают вкусные шикарные не могли бы вы немного рассказать про традиции прощенного воскресенья в православной культуре ну в первую очередь она уже самого название надо говорить само за себя прощенное воскресенье действительно прежде чем вступить в пост надо действительно просить друг друга прощения просить осознавать причем не просто так словами ну прости меня ну ладно бог просит я прощу некоторые говорят прости меня ну бог просит а я подумаю знаешь как будто вот но на самом деле нет тут уже искренне надо чтобы войти уже в пост надо простить ближнего своего мы просим у бога прощения для себя да а сами не можем ближнему простить какое-то коревое слово там или косой взгляд и ну я сам не святой как бы тоже бывает такое всякое вот поэтому а тут действительно надо себя заставить и раньше было там когда-то ну такие традиции были там мордобои устраивали там все же вечером было за что просить друг друга прощения вот на самом деле нет ну вот уже в воскресенье уже вечером служба идет короткая там и уже с чином прощения все друг друга прощения просят и в совершении нашей беседы могли бы вы дать какой-то совет или напутствие тем кто собирается опуститься или возможно только думает об этом что сказать братья и сестры на самом деле тут действительно тут тут же все по силу понимаете на самом деле никто же никого не заставляет что вот строго вот надо соблюдать все тут же опять же можно все просто весь пост пост поститься и ходить себя какая умница какой я молодец это тоже гордыня своего рода тоже как лучше постом съесть яичко понимаешь и чувствовать себя виноватой перед богом что ты господин ну прости меня опять же если мы молимся Господь дает и силы и все поэтому без молитвы никак так уж проходите пожалуйста проходите вот в таракле смотрите в каком состоянии так уж отзывали так уж говорить что у Субтитры сделал DimaTorzok